Дорога до Сватая пробита Дорога до Сватая Дорога до Сватая пробита Кроме того увеличат объемы запасов На 2000 тонн до 16,5 тысяч Чтобы топливо хватило до марта 2019 года По Среднеколымскому району в целом До Сватая автоземника у нас открыт Там мы уже нарастающие 162 тонны угля завезли Сегодня отправляем машину с углем до Эбяха До Олекокёля Сылгейтер Осталось у нас там 7 километров Доехать машине 16 тонн Соответственно там тоже будет пополнение В пяти зимников завершается пробивка По направлению Белая гора Чикурдах Также почти готов к проезду Республиканский зимник Арктика Дорожная техника идет от Черского до Колымского И от Среднеколымска до Андрюшкина Осталось 50 километров С сегодняшнего дня начался прием заявлений Для голосования по месту фактического проживания Напомним, выборы президента России Пройдут по новым правилам В закон приняли некоторые поправки Основные изменения коснулись Способы голосовать вне своих избирательных участков Тему продолжит наш корреспондент Больше никаких открепительных листов Теперь избирателю достаточно в установленные сроки Оставить заявление о прикреплении к другому участку В ближайшей территориальной комиссии Этим правом воспользовалась сегодня и Надежда Гуляева В день выборов я не смогу быть на своем избирательном участке Поэтому я пришла, написала заявление для того, чтобы принять участие по месту нахождения меня в день голосования Но это гораздо удобнее, потому что когда заполняется заявление, допускаются ошибки Поэтому в момент предъявления открепительного удостоверения возникают разные ситуации А когда идет все через компьютер, это гораздо проще, удобнее и исключает всякие ошибки Заявление можно заполнить в любом филиале многофункционального центра или через портал госуслуг После этого в намеченный день избиратель сможет отдать голос за своего кандидата в ближайшем для него участке Уже заранее можно подать заявление, где тебе удобно И не тратить время, как раньше, ходить Открепляться, закрепляться Подал заявление один раз и на этом все Уже можешь проголосовать по месту, где тебе удобно Каждый из нас обязательно ходит на выборы У меня две взрослые дочери Они тоже выполняют свой гражданский долг В Якутской городской территориальной избирательной комиссии установлено автоматизированное рабочее место оператора Специально обученный человек заполняет план к заявлению и дает избирателю отрывной талон Сегодня первый день, когда наша комиссия принимает заявление от избирателей Отрадно то, что уже подошло первых 10 избирателей Они все были разные, у каждого была своя причина Но мы всех обслужили Я приглашаю всех избирателей воспользоваться этой возможностью Обращаю внимание руководителей предприятий крупных Которые наверняка знают, кто у них зарегистрирован в городе Якутске Или имеют иную регистрацию Воспользоваться таким правом Наша территориальная избирательная комиссия работает полный день С 9 до 19 часов с обеденным перерывом с 13 до 14 Через территориальные избирательные комиссии МФЦ или портал Госуслуг заявление можно подавать уже с сегодняшнего дня Об участковой избирательной комиссии с 25 февраля и вплоть до 12 марта Оксана Устинова, Василий Слепцов, Якутск Жертвами телефонного мошенничества стали две жительницы Нюрбинского района Увидев в WhatsApp-группе объявление о продаже кормов для животных по низкой цене, перечислили деньги Поняли, что их обманули, когда продавец перестал выходить на связь В результате потерпевшие лишились 19 и 22 тысяч рублей За прошлый год в Якутии было заведено 600 уголовных дел по фактам дистанционного мошенничества И только 50 из них раскрыто Как сообщают в правоохранительных органах, если раньше такие преступления совершались чаще всего Лицами, находящимися в местах лишения свободы, то в последнее время легкая нажива привлекает и ранее несудимых граждан Связавшись посредством переписки с лицом, разместившим объявление, они были вынуждены в счет предоплаты данного товара Перечислить денежные средства, после перечисления которых продавец не исполнил обязательства по доставке товара И перестал выходить на связь с потерпевшими По данному факту в настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего Мы рекомендуем гражданам обязательно перепроверять поступающую информацию из других источников Связываться с продавцом по телефону, указанному в объявлении, ни в коем случае не вступать в переписку И добиваться получения товара без внесения предоплаты Разлившиеся зловонные лужи, фонтаны, горячей и холодной воды Это нередкое явление в Покровске Во многих многоквартирных домах водоотведение и канализационные сети не принадлежат ни одной обслуживающей компании И эту проблему не могут решить с момента основания города Почему, постарались выяснить наши корреспонденты Бесхозные сети – давняя головная боль Покровчаной городской администрации Как получилось так, что более чем у 40 объектов нет хозяина на канализационные водоотведящие сети Протяженность их везде разная – от 10 метров до 650 От дома до канализационного колодца От этого страдают в первую очередь жильцы многоквартирных домов С этого дома, вот, 58,2 Постоянно летом вода течет Ручьем Ну, правда, эти приходят Сантехники Все подлаживают Но через неделю, глядишь, опять Все потекло Все дело в том, что при сдаче объекта Этот момент не оговаривался Казалось бы, небольшая прориха в жилищном законодательстве Сквозь которую вытекают кубометры воды и денег До сих пор просто по принципу Кто, если не я, занимается ремонтом этих сетей Заохангаласский гастрой Руководитель которого, Юрий Бетца Долгое время пытался обратить внимание на данную проблему В 2017 году лед, наконец, двинулся Заложили средства на оформление этих сетей Для передачи их водоотводящей компании На сегодня эта работа ведется И мы провели замеры И заполнили декларации Требуется на паспортизацию Министерстве имущественных и земельных отношений Этих сетей Порядка 20 миллионов рублей Это будет софинансирование со стороны государства И муниципального образования Первая базовая кафедра нефтяной компании Роснефть в Якутии В Мирненском политехническом институте Учебный процесс начнется в сентябре 2018 года Студенты нефтегазового направления Будут работать в специализированных лабораториях А также проходить практики На производственных площадках компании ТАСС Юрях нефтегазодобыча Подробности в материале далее В нефтяной компании Роснефть Кадровый вопрос приоритетный Так в рамках корпоративной системы Школа, вуз, предприятия В Ленске и в 26-й школе города Мирного Работают Роснефть-классы А по всей России в высших учебных заведениях Открыты 20 базовых направлений Роснефти Кафедра в Мирненском политехническом институте Первая в Якутии Благодаря вот этой вот системе Благодаря этому сотрудничеству С 2015 года Наши студенты Могут проходить практику Хорошую, качественную, оплачиваемую На объектах среднеботубинского месторождения В компании ТАСС Юрях нефтегазодобыча В 2017 году В подразделениях ТАС Юрях нефтегазодобыча Производственную практику прошли 30 студентов Из Мирненского политехнического института За успехи в учебе и научной деятельности Ежегодно им присуждают корпоративные стипендии В ТАСС Юрях нефтегазодобыча делают ставку на высококвалифицированные кадры Сейчас в компании заинтересованы в привлечении к работе именно местных жителей Они не хотят в дальнейшем приглашать сюда работников, которые бы работали вахтовым методом Потому что это не совсем оправдывает Это излишние затраты, во-первых А во-вторых, как говорится, нужно, чтобы были более высококвалифицированы специалисты Которых мы будем готовить с их помощью Учеба на новой кафедре «Нефтегазовое дело» начнется уже 1 сентября этого года Поступить на нее школьники смогут, сдав единые государственные экзамены По математике, физике и русскому языку Новая информационная программа «Якутия-24» начинает свое вещание с 12 часов дня 1 февраля За сутки до запуска «Якутия-24» руководство НВК САХА провело пресс-конференцию И ответило на все интересующие вопросы представителей якутских СМИ Концепция канала была полностью изменена и перешла с информационно-развлекательного вещания На 100% информационный формат Кроме того, предусмотрены такие рубрики, как новости экономики, спорта и происшествий В сетке вещания также будут тематические репортажи по отраслям ЖКХ, энергетика, промышленности, связь «Якутия-24» порадует также ценителей документального кино Вещание будет осуществляться в пяти городах республики Якутск, Мирный Нерюнгри, Алдан и Ленск С этих городов также планируется прямое включение Канал будет находиться на 21-й кнопке у всех кабельных операторов, которые работают на территории Якутии Надо понимать, что телеканал будет только на русском языке Но та служба информационных программ, которая, собственно, объединена в единую службу на телеканале Также будет заниматься производством и новостей на якутском языке для телеканала НВК Саха То есть зрители НВК Саха ни в коем случае не потеряют новости на якутском языке Как были утренний блог, блог в 10 часов, час 13.30, 18.00 и 20.30 Это мы все для зрителей республиканского основного флагманского телеканала мы сохраняем и оставляем В Якутске выберут боксеров для участия в международных играх «Дети Азии» в Монголии Начались соревнования ежегодного первенства республики по боксу памяти мастера спорта международного класса СССР Виктора Ефремова На ринг выйдут юноши 2004 и 2005 годов рождения В соревнованиях примут участие 160 юношей и девушек Все они прибыли из разных районов Якутии Завершится первенство республики в субботу 3 февраля Сегодня у нас участвует 157 участников, из них 21 девочек боксируют В команду приехали 21 команд из города, в Якутске представляют 4 команды И получается самый дальний улус района Это у нас ежегодно приезжают Оленевский, Аннабарский и Кобяйский улусы А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44 Русгидро поддерживает инициативу республики, когда будет введена вторая очередь ГРЭС-2 В аварийном состоянии котельная села Усть-Алданского района Как долго объект 1988 года постройки сможет обеспечивать тепло местных жителей Новая мера поддержки от государства, материальное пособие начали получать малообеспеченные семьи в Якутии К этому часу у нас все новости, оставайтесь с нами